Это снова Капиталисты на дожде, я Марина Малыхина и моя гостья Елена Масолова, создатель сайта Скидок Группон Россия. О том, как вы будете зарабатывать миллиард, на этом мы остановились до того, как у нас была небольшая реклама. И как же вы его будете зарабатывать? Во-первых, многие нас смотрят сейчас, наверное, с карандашом, потому что история вашего успеха наверняка всем кажется, во-первых, а, невероятной, и, б, все, наверное, хотят понять, что вы будете делать дальше, чтобы записать и, может быть, попробовать, ну, хотя бы свой маленький велосипед сделать. Индустрируйте в интернет-проекты и помогайте им в России. Первое, я верю, что это должны быть глобальные истории, то есть, да, они могут начинаться в России, но, тем не менее, глобальные. В этом смысле Группон очень помог, потому что некий психологический барьер, который в голове был, он пропал. То есть, я вижу, что Группон работает в 45 странах, я вижу, что это там все реально, маркетинг, там, можно разобраться с маркетингом, бизнес-моделей работают. Ну, то есть, нет вот этого барьера, который есть у большинства российских предпринимателей, что там вне России ходят люди с собачьими головами, и вообще там жизни нет, ну, там, буду здесь работать. Там гораздо больше рынок, ну, то есть, это должны быть глобальные проекты. Какие? Первое, я верю в электронную коммерцию, все ее формы, которые не связаны с физическим движением товаров. Если у вас есть физическое движение, склад, то маржинальность моментально падает до того. Ну, автоматически идете в реальный сектор, в обычный, да? В принципе, да. В принципе, да. То есть, в данном случае, там, веб-сайт, это просто такая... Витринка. Витринка, да. А все-все-все огромные процессы за ней спрятаны. Электронная коммерция виртуальных товаров, это, на самом деле, это продажа билетов, может быть, продажа музыки, тех же несчастных денег в социальных сетях. Даже несчастные деньги в социальных сетях, а то что мы имеем в виду? Это в Фейсбуке вот это вот тоже сейчас возникает? Да, виртуальные валюты, игры и так далее. Те же самые купоны, но там в нескольких, некоторых других форумах. Ну, то есть... Мы просто сейчас записываем все. Я верю, что бизнес-модель группона будет еще несколько раз, там, повернута в разные стороны, и там в других реинкарнациях появится. Это ни в коем случае не агрегаторы, это не нишевые группоны, там, условно, группон, там, не знаю, для спа. Нет, это некие другие формы, в это я верю. А что может быть еще? Социальные сети вроде бы уже, ну, все ими опутаны, окутаны и так далее. Скидки, вот, пожалуйста, тоже уже вроде как бы уже и не свежая история. Хорошо работает, да, механизм. Куда будет еще развиваться игрушки, я так понимаю, да, то, чем вы сейчас занимаетесь, игры? Что еще будет? Ну, игры в социальных сетях, игры на мобильном, конечно же, но вообще вопрос, постановка вопроса неправильная. То есть просто каждые 5-7 лет происходит смена парадигмы, происходит, ну, появляется в интернете что-то принципиально новое, чего раньше не было. Ну, то есть, там, два года назад не было группона, 7 лет назад никто не слышал про Фейсбук. И не думал, что ему это нужно, да. 10 лет назад никто не знал про Гугл, и никто в него не верил, и Майкрософт говорил, что Гугл это вообще мыльный пузырь и так далее. То есть смена парадигмы происходит постоянно. Так поэтому я... Мне кажется, что я знаю, куда я... Так вот я до вас же с этим и... Как раз допрашиваюсь, потому что если вы находитесь внутри процесса и вы отслеживаете все тренды, которые происходят, волей-неволей вы становитесь, ну, может быть, сначала небольшим, потом, может быть, большим визионером, да, вы начинаете на кончиках пальцев чувствовать, что, а вот это вот возникнет, а вот это будет востребовано. Я вот пытаюсь узнать, что же. Ну, вот хотя бы в общих чертах. Мы уж там додумаем со зрителями. Виртуальные товары в разных формах через интернет. Не услуги, товары. Нет, я имею в виду продажа... Если вы продаете купон, то я имею в виду тогда купон этим неким виртуальным товаром. То есть именно виртуальное движение. Это очень общий ответ, я понимаю, да. Да, хочу более честно. Мы же тоже хотим чуть-чуть заработать, мы же тут, понимаете, вопросы задаем, а тем временем... Если про Россию говорить, то есть гигантская возможность в тревеле, потому что... Сейчас много сайтов, по-моему, которые сейчас занимаются именно продажами. Второе, много привлекших инвестиций, ну, то есть самим будет сложность, тем не менее, это гигантская возможность. Билеты или шире, или туристический сервис вообще? Бронирование гостиниц, билетов. А как следствие, как вам кажется, вообще оффлайновые сервисы будут отмирать, имеется в виду вот в туристическом бизнесе, например? Нет, просто доля рынка, доля продаж будет постепенно смещаться в сторону интернета. Когда вы были, некоторое время, я так понимаю, вы были наемным менеджером, когда уже не являлись собственником группы, вот это другое ощущение для вас? Нет, у нас акции, акции оставались все равно. Все равно оставались. В любом случае, перед вами какие-то задачи ставили, вам говорили, что нужно вот такие показатели. Вот были задачи, задачи были в верхнем уровне, то есть условно прибыль, а дальше ты уже сам думаешь, как ты к ней придешь. Небольшие изменения, наверное, есть в подходе, но в принципе не сильно. А чему научила вот вас западная компания? Отчеты по 180 листов понятны? Не отчеты, это материалы. Ну, презентации я имею в виду, да. Первое, для меня было большим открытием, что вот в 45 странах большинство показателей поведения людей одинаковые, то есть условно, на какой день они начинают покупать, какой процент из них становится покупателем из всех подписчиков и так далее. То есть таких масса показателей, вот они по 45 странам одинаковые. Это меня удивило, но как бы объяснение простое, что психологи люди одинаковые, ну вот они себя ведут одинаково. И когда же самые жадные начинают покупать? Я знаю, что вам не нравится, что мы все говорим, что они просто жадные и стяжательные. Они не жадные и не стяжательные. Но психологией как у них тут работает? Чем меньше осталось времени, тем больше наплыв по закону жанра. Ну, позднее 14-го дня, там, те, кто должен, большинство из тех, кто когда-либо купит, он купит в первый раз что-то. Так, кросс-культурное не отличие, это одно, что вы узнали, что еще? Ну, второе, это то, что и так очевидно, что на неправильном рынке, с неправильной бизнес-моделью, ты можешь там работать как лошадь, но у тебя ничего не получится просто потому, что он маленький. А на рынках с правильной бизнес-моделью ты можешь за два года построить миллиардную компанию. Ну, то есть важность бизнес-моделя. На рынках с правильной бизнес-моделью? На достаточно больших рынках, где ты работаешь с правильной бизнес-моделью. То есть важность выбора области и модели, в которой ты работаешь. Второе, третье, экзекьюшн. Ну, то есть группон в этом смысле великолепен. То, как реализуется, собственно, реализуется забланирование. То есть есть армия из 6 тысяч часов зол по всему миру, которые работают как часы, и это действительно сложный и очень интересный процесс. А в России-то мало народа, я так понимаю? Где-то мы считали, что порядка 100 человек, да, всего? Мы выросли с 16 человек, когда была сделка с группоном, что очень мало. Ну, там, плюс аутсорсеры какие-то, их я не считаю, до сейчас 400. И это скачок был в голове такой серьезный. Потому что, по сути, от отсутствия процессов тебе нужно и там ручного управления, тебе нужно перейти к действительным процессам. Но при этом очень быстро. То есть мы по-прежнему, там, я считаю, самое быстрое. Потому что, ну, когда 16 читает, понятно. Тогда каждому может достучаться, каждому прийти и сказать, Вася, тут ты не прав, давай-ка вот мы вот так будем делать. Ошибки, они, я не знаю, количество, наверное, что вначале, что сейчас одинаковое. Просто первое, группон очень такая прощающая бизнес-модель. Так как мы быстро начали зарабатывать, мы могли больше делать этих ошибок. У нас деньги просто были. И мы первые два месяца была проблема, на что тратить, на самом деле, вот честно. Мы не знали, на что потратить деньги. А платите выше рынка людям. Потому что мне кажется, что в вашем деле, ведь, ну, шустрых, умных ребят тоже много. Пришли, посмотрели. Сидит такая замечательная Лена. Ну, чего на нее работать? Лучше-ка я пойду и сам тоже попробую что-нибудь сделать. Бессмысленно. Я думаю, что мы, зарплата абсолютно рыночная на уровне, ну, то есть, как в других компаниях, так и у нас. Смысла встроить такой бизнес самостоятельно нет. Ну, по сотне причин. Первое, это то, что уже поздно, уже давно поздно. Есть преимущество первых игроков, которые вошли на рынок, собрали базу и пользователей, и поставщиков. Ну, невозможно сейчас с ними бороться. Уже переиграть невозможно, но понятно, что большие игроки. Но, тем не менее, вы же начинаете много новых стартапов, да, какие-то проекты смотрите и так далее. Вот, как таких же молодых ребят вы заставляете работать на себя, да, и не боитесь, что они у вас тут возьмут идею, сейчас побегут, сами что-то сделают, нет? Да, пусть берут. Не жалко. Проблема всегда в экзекьюшен, ну, то есть, в том, как ты ее реализовываешь. Ну, как реализовываешься, да. Очень интересно. А как вы, если можно, такой личный вопрос, вот как вы своими первыми заработанными денежками распорядили? Наверняка была... Смолку инвестировала, причем немедленно, но это продолжается. Ну, то есть, в этом смысле я очень склонна к резку человеку, ну, то есть, вот, снова кидаюсь в голову и в новый проект. То есть, работа, работа, работа. То есть, никакой личной мечты, вот, хочу накопить там и купить что-то там. Купить – это вообще неправильная цель. Так. Ну, скорее, какие-то впечатления тогда уже. А машины, квартиры, вот, как народ, на что-то копят, на что-то там пытаются. Квартиру в Москве сейчас покупать нерационально. Это просто экономически бессмысленно. А почему? Ну, я вас пытаю, потому что мне интересно понять, как ваш род деятельности влияет на, ну, ваши такие житейские, может быть, решения. Квартиру я снимаю в пяти минутах от работы всегда. Ну, то есть, от нового офиса специально переезжаю. Ну, просто, чтобы ходить пешком. Экономит три часа в день. Покупать ее в Москве бессмысленно, просто, там, математически, если посчитать, сколько стоит аренда, сколько стоит покупка, на это лишено смысл. Ну, как отношения, как почему-то свои могут и так далее, нет? Не-не-не-не. К тому же, тут надо понимать, на какой период сейчас интернет-предприниматели в России смотрят вперед, и хотят ли они уехать, например, в Кремлевую долину. Например, в Кремлевую долину. Это очень важный вопрос. Да. Ну, что хочет, конечно. В большинстве случаев задаю этот вопрос предпринимателям, потому что мне важно понять, действительно, какой процент действительно размышляет о том, чтобы, может быть, в России и не задерживаться. Вот вы как относитесь? Вы же хотите сделать глобальную компанию. Тогда, соответственно, не важно, где у вас будет офис. В Москве, в Лондоне, в Шанхае. Если, сейчас отвечу, если посмотрим на компанию Баду, о которой мало кто знает, но, тем не менее, у них оборот больше, чем полмиллиарда долларов. Она основана, основана россиянином, который до этого сделал мамбу, это сервис знакомств. В принципе, они бы могли выйти на IPO на 5-6 миллиардов, с таким оборотом это разумно, может быть, не на текущих рынках, но тем не менее. У них офис в Лондоне. Да, есть небольшая разработка в Москве, но офис в Лондоне, и человек живет там, себя комфортно чувствует. И безопасно. А вам вообще страшно в России? Есть ощущение защищенности или не очень комфортно? Да, я просто не думаю об этом. Вы же предприниматель и управленец. Вы должны думать о внешних таких вот рисковых факторах для бизнеса? Я думаю, что даже при текущем обороте, Groupon малый интерес представляет для всяких налоговых и прочих органов. По сравнению с нефтяной. Просто потому, что они, видимо, не понимают, что это такое. Не понимают. Что вы тут у компьютеров делаете? Да. А вообще сталкивались вот с такой российской реальностью в этом смысле? Или пока вас еще все обошло? Я думаю, что в интернете число таких историй, оно минимальное. Они есть, но... Ну, в смысле, в интернет-бизнесе, да? Приходят, не понимают. Но при этом налоги платите. Вы же белая компания, да? Поэтому, наверное, и по этому вопросу тоже нет. Я думаю, нас там сумасшедшими считают, учитывая, что сейчас ставка выросла 47% на зарплату, еще выше. Что тут и дело? Платим, платим. Куда же мы денемся? Компания на Насдеке, но мы не можем не платить. Ну да. А в остальных проектах? Там где только стартапы маленькие, вообще ничего не понятно. Там можно ли тебе... Нет, если ты понимаешь, что ты хочешь западного инвестора или западного стратега, то нужно с первого дня все ввести в белую, иначе счет не работает. Вот, уважаемые зрители, кто нас смотрит, практически бизнес-совет. Если хотите потом заработать больше, то, судя по всему, нужно поскупиться, не поскупиться на начальном этапе. А не думали ли вы о реальном секторе? Ну, вот о том обычно, да, то, что мы подразумеваем под бизнес-процессами. Вот там рестораны, производство какое-нибудь, булки печь, нет? Скорость роста принципиальная, наверное, то есть масштабирование. Если вы откроете один ресторан, то у вас займет, я думаю, полгода, я не разбираюсь в этом месяце, при положении полгода, и чтобы открыть каждую следующую новую точку, вам понадобится, там, N денег гораздо больше, чем, там, для двух интернет-проектов, и, там, столько же времени. Просто в интернете это делать мгновенно. У нас были дни, когда у нас, там, несколько сотен тысяч человек регистрировалось на сайте за один день. Ну, просто неспоставимо. А вот для души, то есть получается, что пока только интересно, вот, цифры, да? Процесс, в принципе, не важно, цифры, результат и масштаб, да? Масштаб, а процесс с интересом. То есть я недавно услышала про хороший критерий, это готов ли ты сам заплатить за то, чем ты сейчас занимаешься, чтобы мне тебе платили, а ты платил, я готова. Потому что меня, там, каждый день прет от того, какие задачи я решаю, там, от того, что я прихожу в офис. А как вы себя видите через, там, 5-7 лет? Я понимаю, что сложно ответить на этот вопрос, но какой-то, вот, горизонт, какую-то линию себе простраивать. Совсем не сложно, потому что картинка есть. Ну, то есть мне хотелось бы, чтобы у меня, я была основательным собственником одного из крупнейших глобальных интернет-проектов, крупнейших, вот, там, в своем сегменте. Крупнейшие, это по деньгам, получается, точно миллиард, мы не ошиблись. Не знаю. Твиттер миллиард стоит или нет, по вашему мнению? Я считаю, что он стоит ноль и, как бы... Почему, как интересно? Потому что у него нет проверенной бизнес-модели, он не зарабатывает. Да, он на рекламе что-то может, там, начать зарабатывать, но сейчас это такая машинка по сжиганию денег. Там, забрасывают новую пачку инвестора, она, там, горит, горит, хорошо. А именно Твиттер как, ну, как, собственный функционал? Фейсбук же при этом зарабатывает? Фейсбук гораздо больше возможностей. То есть Твиттер, он, как бы, одна... Формой ограничен, да? Ну, это называется one-trick pony. То есть, пони, который один трюк умеет делать, и до свидания. Ну, то есть, Твиттер, он очень ограничен. То есть, ваш прогноз, что люди поиграются и забросят? Конечно. Ну, то есть, не позднее, чем через два с половиной-три года. Вот, просто гарантированно. Такое промо, президентское промо. У них даже, видите, как рекламными агентами президенты работают. Все равно. А в ЖЖ тоже были. И где сейчас ЖЖ? Вся аудитория ушла в Фейсбук. Гораздо больше возможностей для того, чтобы модель свою поменять и подвинуть. То есть, они перейдут, пользователи, в мобильные устройства разных форм. Они, там, изменят Фейсбук под, собственно, уже это сделали, под эти мобильные. Ну, то есть, там, модели другая, в принципе. Мы, когда готовились к нашему эфиру, там, смотрели ваш профайл тоже внимательно. И вы учились в магистратуре, я так понимаю, да, по специальности политология. Политология, да. Потому что мне с детства это было интересно. Расскажите, это хобби или это потенциал? Это было хобби. У меня уже был свой бизнес. Ну, то есть, для меня это было такое хобби, просто развлечение. У меня был первый рейтинг с гигантским отрывом, вот там, все, кто дальше был по оценкам. Но для меня это было чистое развлечение. То есть, с большим удовольствием отучилась. Там и в Стэнфурде на курсе. В каком-то интервью вы рассказали, что и не читаете новости, это особенно... Вообще не читаю. А почему? Как тогда? Либо так, либо так. Как анализировать тогда? Ну, вот, базовое определение политики – это процесс согласования интересов разных сторон. Если у нас не стороны, а сторона, если у нас не процесс согласования, я не знаю там, как они приходят к своим решениям, но то просто отсутствует... У них такая бизнес-модель, как вы любите говорить. Отлично, меня в ней нет. И это их проблема. Потому что я и такие, как я, уедут отсюда не позднее, чем там, через пять лет. Но это будет их проблема. То есть, у них упадет в ООП... Ой, ужас какая фраза. Ну, подождите-ка. Вы уедете, потому что они вам... Страны конкурируют. Страны конкурируют за ресурсы. За ресурсы, безусловно. Если нам комфортнее в Кремене-долине, мы будем в Кремене-долине. Ну, а не кажется ли вам, что это абсолютно такой, ну, слабый пассаж? Если у вас есть силы, и вы, образованный человек, вы имеете возможности, почему же не остаться и не пытаться поменять? А зачем? Ну, это же ваша сторона. Поменять, улучшить. Ну, это выбор каждого. Конечно. Ну, просто мне кажется, когда люди, которые, в общем, они не хотят приспосабливаться, ищут просто действительно где удобнее. Но когда люди предприимчивые, деловые, действительно, которые могут изменить, тем более с политологическим образованием, говорите, не хочу здесь ничего менять. То есть вы себя в социальной роль свою не видите, да, как вот такого активного члена общества? Просто не нужно, не рассматривайте пока. Она может быть социальной, только неограниченной Россией. Зачем ограничиваться Россией? Ну, в политику вы где-нибудь в Соединенных Штатах-то вряд ли сможете пойти. Есть, да, разумеется, понятно. Есть проект One Laptop for Child. Это очень дешевые ноутбуки поставляют в школу. Начали они с африканских стран. Везде все счастливы, что привозят в школу ноутбуки, дети могут учиться. Так вот, Россия была единственной страной, которая, где там чиновник попросил взятку. И те в ужасе развернулись, ушли. Ну, зачем, как бы, биться об эти барьеры и пытаться их, там, преодолевать, если можно, там, с большим эффектом где-то в другом месте работать? То есть, социальная роль, она не надо ее страной тоже ограничивать. То есть, практически уверены, я так понимаю, что через какое-то время уедете? Или пока еще взвешиваете? Это всегда выбор. Ну, ты смотри, мы видим здесь некие возможности. Например, я в 22 года основал венчурный фонд. И привлекла деньги от бизнес-ангелов. В Кремлево-долине, где 600 венчурных фондов, никто бы мне деньги не дал. Ну, то есть, это абсолютно очевидно. То есть, есть больше возможностей, это бесспорно. Ну, вот, когда эти возможности станут меньше, чем чувство отвращения, вот, там, того, что здесь происходит, ну, значит, тогда время настаёт. Спасибо огромное. Это была Елена Масолова, создатель сайта скидок Groupon.ru, Groupon.ru и генеральный директор производителей и издателей игр для социальных сетей Epicsonics. Спасибо огромное, что пришли. Я хочу единственное, что добавить, что обязательно на сайте мы сейчас с нашей гостью запишем небольшой бонус в разделе «Капиталисты» на сайте товарин.ру. Обязательно посмотрите. Капиталисты. Капиталисты.